У меня тут красивые листья летят на 22 этаже, как бы говорят, все осень, потому что мы уже желтенькие, золотые, и мы полетели отсюда. Всем привет, меня зовут Зива Дарья, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о корейских тинтах для губ, которые я заказывала на Алиэкспресс. Я старалась убирать все эти тинты по внешнему признаку мимимишности, ну по-другому не назовешь. Здесь есть и баночка с соком, здесь есть просто милый спокойный формат, есть что-то похожее на баночку с серомом, мороженка и конфетки. Это разные тинты, каждая из форм у меня представлена в двух вариациях цветов, и начну я с самого стойкого тинта из моей подборки. Самым стойким из всех тинтов, которые я заказала, оказался вот этот самый невзрачный малыш Миксяу, Миксяу или Михую, как бы Михуа, Михую, да, Михую. Ну простите меня, я просто читаю по транскрипции, поэтому правильное описание, смотрите в подписках. Он у меня представлен в двух оттенках, хотя на первый взгляд кажется, вот на камере видно, а в жизни вообще не видно. Вот этот более оранжевенький, а вот этот более розовенький, или наоборот. В любом случае с очи вы увидите, в чем фишка. Этот малыш очень прозрачный по своей текстуре, и он работает как обычный тинт. У него слегка гелевое, но в то же время водянистое ощущение на губах. Он не дает дополнительного слоя, не дает дополнительной пленочки. Он просто окрашивает губы. Первично в первые несколько мгновений, даже не секунды, не минуты, а именно мгновений, он очень хорошо увлажняет, потом оседается на губах и ведет себя отлично в течение дня. И вот эту падлу нельзя стереть вообще ничем. Просто это действительно очень стойкий малыш оказался вообще на проверку. Он ничем не пахнет, я бы сказала даже скорее это спиртовая какая-то легкая отдушка, нежели какой-то приятный аромат. Все настолько лаконично, что на одном у меня даже нет номера цвета, на втором есть номер 1, 0,1 точнее. И пришли они мне без какой-либо упаковочки, вообще просто пришли в пакетики, типа на, все. Второй малыш по стойкости, в то же время я бы сказала, он такой же стойкий, как и первый, но у него есть свой момент. Это тинты от Romantic Be. И здесь какой момент, вы когда наносите его на губы, я когда наношу на губы, у него есть первичный слой. И вот этот слой входит в плотации носки, еды и прочего. Он немного стирается. В то же время у этого тинта офигенная комфортная кисточка, которой можно нарисовать четкие губы. Если сравнивать с первым малышом, то здесь просто обычный аппликатор. То есть это знаете, это тинт, который вы там кинули в сумочку и он там валяется, когда нужно достаете. А если вы хотите произвести больше впечатления на подружек или там просто вы за эстетику, то этот малыш более эстетичный. Единственное, смещают меня вот эти вот девочки, нарисованные в слегка анимешном стиле на тюбиках. Вот если бы они были пустые, неокрашенные, было бы интереснее. Стойкость у него тоже офигенная. Он в принципе как и тинты пленки от Romantic Be. Ссылка внизу в описании на видео, я о них отдельно уже рассказывала. Он очень стойкий и ведет себя крайне комфортно. Еще я думала, что вот эта вот пимпочка будет мягкая, ну типа как упаковочка от серого, но я оказалась не права чуть-чуть. У меня он представлен как в более розовом ягодном оттенке, оттенок Watermelon Arbuzный. Арбузный, окей. И Sexy Red. Очень красивый красный оттенок. Все свочи на все тинты я снимала отдельно, потому что стойкость их такая, что с тинтом Romantic Be я проходила полдня, я ела, он достаточно все равно остался, я ела, я пила, и только с утра я встала, и он у меня все равно остаточно остался. Так что не судите строго, что картинка свочи чуть-чуть отличается. Но я же не могу вам показать просто свочи на руке. И мы двигаемся дальше. И следующий тинт, это тинт от компании Nova. В такой форме конфеток. Это очень красивый дизайн. Он пришел мне самый первый из всех тинтов, которые здесь есть. Он у меня очень долго лежал, я даже не очень хотела его открывать, потому что они такие мимимишные, очень милые. Тоже жидкий тинт, такой же, как и первый малыш. Но стойкость его чуть-чуть поменьше. Он более деликатный, также не сушит губы, как и все тинты. Кстати, вот все тинты из этой линейки вообще совершенно не сушат губы. Он на губах ведет себя комфортно. У меня в двух оттенках апельсиновый и арбузный, и прямо нарисованный. Не просто подписан, а на них прямо нарисованный. И вот эти малыши выигрывают за дизайн. То есть, если сравнивать первые два тинта и этот тинт, то, конечно же, я дам предпочтение этому малышу из-за дизайна, потому что это очень, ну, прямо мимими в форме конфетки. Аппликатор у него стандартный, жидкость прозрачная, он не дает дополнительного слоя. И в то же время вот он по стойкости проигрывает. Его можно снять двухфазной мицелляркой, в отличие от двух предыдущих малышей, которые двухфазкой... Моя двухфазка от Mon Plotin с ним вообще не справилась. То есть, вот, хотя очень хорошо снимает стойкий макияж, но тут не сработало. А вот с этим малышом она справилась. То есть, с предыдущими двумя нет, а с этим да. И следующий тинт, это прям моя самая-самая любовь. Это Dear Darling Tints. Это тинты в форме мороженок. Это офигеннейший дизайн. Они стоят каждого своего рубрика. Они выглядят очень круто. Они сначала наносятся как помада. У них матовый финиш. Они дают прямо текстуру губам. То есть, в какой-то степени полноценная, очень легкая матовая помада. И мне безумно нравится их кисточка. Она такая же, как и Romantic Beer, но за счет того, что она покороче и чуть-чуть загнута вбок, ей лучше прокрашивать. Ну, вот, лично мое мнение. И мне еще нравится... Да что, что вы сегодня... Что мне еще понравилось в этих тинтах? То, что линейка оттенков у них более разнообразная. Если в большинстве своем тинты они такие ягодные, 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 красненькие, ягодные, красненькие, коралловые, ягодные. То здесь более разнообразные оттенки. И они ведут себя реально как матовая помада. Стойкость у него, я бы сказала, на троечку. Но мне даже это в кайф. Потому что я не люблю тинты, которые приходится отдирать полностью. Вот прям... Когда что-то отдерешься. Этого малыша нельзя снять мицелляркой. Его можно снять двухфаской. И в течение дня, конечно же, вот этот верхний слой от него тоже сойдет. Но это лично мой фаворит из всех тинтов, которые я сегодня вам показываю. Мне очень нравится 0,3 оттенок. Он офигенно искристый на губах. Его можно как плотно наслаивать, так и набивать пальчиком. А вот этот тинт цвета черничного йогурта отлично работает, когда его именно набиваешь пальчиком. Сам по себе он мне немного не подходит. Также я пробовала наносить его на щечки. И получается, если очень аккуратно им работать, получается здоровый такой прямо холодненький румянец. И последний тинт, о котором я вам сегодня хочу рассказать, это тинты в форме баночек сока от компании Nova. Так же, как и конфетки. То есть, ребят, молодцы, заморочились. У них есть не только конфетки, но и такой формат. По своим качествам это совершенно другой тинт. У него также обычный аппликатор. Но выглядит он. Он мне напомнил те самые тинты в винных бутылках, о которых я вам уже как-то рассказывала. Ссылка внизу в описании. И у него также есть вот эта вот винная нотка аромата. Он дает полутонкое покрытие. То есть, он не супер жидкий. У него есть пигмент. Но в то же время, если сравнивать с мороженкой, то плотность у него совсем полегче. Намного полегче. Он дает легкое полуплотное покрытие. И вот этот тинт легко можно снять как мицелляркой, так и с двухфазным средством. Тут он работает прям так. Но сам внешний дизайн выигрывает. И взять их стоит попробовать хотя бы из-за внешнего вида. Легкие перекусы эти тинты, конечно же, выдержат. Но активное поедание чего-то жирненького в застолье, конечно же, они не справятся. Берите это в расчет. Ну, блин, мне так нравится их дизайн. И вот конфетки тоже. Я в первую очередь за дизайн и за эстетику. И мне, как я уже говорила ранее, мне больше нравятся полустойкие тинты, нежели стойкие. Если выбирать по стойкости из всех пяти тинтов, о которых я вам сейчас рассказывала, то это два первых малыша от Romantic Bee и вот эти два базовых тинта, которые самые незрачные на первый вид. И я думала, что это будет что-то... А оказалось, это самые стойкие ребята. Если вам нужна и стойкость, и дизайн, то обратите внимание вот на эти конфетки. Они, конечно, менее стойкие, но работают. А если же вы, как и я, любите мимимишный дизайн, то да. Здесь, как бы, сочетание дизайна и стойкости, оно все вместе дает приятный профиль. Но если рассматривать свойства по отдельности, то дизайн, конечно же, выиграет. И это были все тинты, о которых я вам хотела рассказать. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Мои губы страдали не зря, потому что перетирать мне их приходилось несколько раз для того, чтобы все это тестировать и понять, насколько стойкие они. А затем я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!